друзья мои всем здравствуйте сегодня 1 сентября праздник день знаний так что поздравляем всех детишек родителей дедушек бабушек с началом учебного года а приехала взять клиник сегодня у меня узи почек надеюсь все хорошо ну какой замечательный сервис 10 минут и все я свободная все у меня хорошо никаких патологий не выявлены ни камней не даже солей так что у меня идеальные почки в количестве двух штук все-таки какая хорошая клиника я прям довольна и обслуживанием и качеством и скоростью прям просто молодцы что организовали такую клинику для работников нарийского никеля и при всем при том что все это бесплатно конечно ни в какое сравнение не идет государственными в поликлиниками есть у меня на моем канале такие недоброжелатели и не любители нашей страны россии таким громким названием россия вот есть такие не любители которые все сами не живут в россии но при этом почему-то все они знают и знают о нашей медицине что ее у нас нету ну и так далее вот все у нас есть и медицина у нас есть и даже бесплатная вот так сергей у меня также проходит обследование сейчас этот клиник ходила к неврологу к терапевту ходит на прием сегодня он тоже у него был на приеме сделал узи желудочно-кишечного тракта а прописали ему направление дали на фгдс тоже бесплатно но в другой частной клинике также сдал анализы все бесплатно в инвитро то есть все бесплатно по полису ресо который нам выдает комбинат тоже у него все хорошо никаких нарушений и сбои в организме нету так что вот так имеем возможность бесплатно получить обследование и лечение все у нас в россии хорошо не волнуйтесь за нас не переживайте все у нас отлично ладно что еду домой а еще на почту сейчас зайду а потом домой лепить пельмени по заказу софи у нее сегодня праздник поэтому отказывать ребенку нельзя будем лепить пельмени кстати у нас сегодня 11 градусов может быть вот это бабе лето по которым вы меня спрашивали если у нас бабе лето ну вот сегодня тепло я даже шапочку сняла перенесли остановку сюда ближе площади октябрьская так как там ремонтируется фасад управления норильского никеля так что остановочку перенесли что пришел мне армейский альбом я уже конечно же его посмотрела конверт распечатала вот такой календарь обратите внимание с июня 22 по июль двадцать третьего года как раз год службы моего сыночка можно отмечать числа до дембеля ну и вот такие вот красивые фотографии такой красивой фотографии качественные вот это матовая вот это глянцевые хорошенькие такой мальчик наш хорошенький ну соответственно фотографии разрезать передать всем бабушкам большой календарь и такой еще маленький календарь настольный инструкция как его составить и на работу возьму свою лабораторию так ну еще магниты на холодильник не уже у нас висят давайте я вам расскажу как же я получила вот такой альбом услуга конечно очень хорошая но в чем прикол фотографировали их когда они приехали в распределитель в кемерово вот их там на фотографировали они там соответственно заполнили все свои данные мои данные адрес проживания и так далее вот и мне на телефон пришла эсэмэска ссылкой на сайт про солдат где я могу получить эти фотографии я прохожу по этой ссылке и да там сразу же практически по моему на в открыт в открывшемся в первом окне фотографии моего ребенка но фотографии такие знаете не полноценные они в плохом качестве они такие заштрих кованые с логотипом про солдат естественно я эти фотографии не могу не скачать не переслать не как-то воспользоваться ими я их не могу даже за скриншотить просто потому что ну там плохое качество и все заштриховано то есть просто я вижу что действительно фотографии есть фотографии сделаны и дальше значит там спускаешься вниз и такая кнопка одна единственная кнопка ну типа да я согласна холод хочу получить заказ на что-то в этом духе просто нажимаешь эту кнопку и все и потом всплывает окно что заказ ваш сформирован и отправлен на ваш почтовый адрес хотя я даже почтовый адрес не заполняла там уже там уже за меня все было заполнено то есть такая система конечно и все вот просто нажатием кнопки я получила вот этот конверт пришла на почту оплатила его стоит это 2910 рублей что тут 22 календаря 3 магнитика ну и несколько фотографий дорого ну наверно дороговато наверно может быть кому-то покажется дорого да и мне наверное показалось что дорого но вы знаете сколько бы рука устала сколько бы это не стоило я все равно бы конечно же приобрела эти фотографии все-таки но как-то армейская служба конечно же это большое событие и для нас для родителей бабушек дедушек и для самого солдата поэтому естественно фотографии это память эта память и она должна быть но прикол то в чем в том что при получении вот этого армейского альбома на конверте написан мой айди адрес который я уже могу вбить на сайте про солдат и получить этот армейский альбом в электронном виде где я могу уже скачивать фотографии где я могу ну то есть электронные фотографии электронный альбом вот в чем прикол в том что пока ты не закажешь вот этот альбом и не оплатишь за него деньги ты не получишь доступ к электронному альбому потому что естественно если бы был доступ к электронному то многие бы не заказывали вот этот платный правильно естественно и я бы наверное не заказывала если я могу в электронном виде скачать все фотографии вот так в общем все уже продумано все облегчено наверное даже в каком-то смысле для нас просто нажатием кнопки и вот они фотографии фотографии красивые действительно в хорошем качестве но прям я очень довольна теперь у нас такая память на всю жизнь леплю пельмени в гордом одиночестве я вообще пельмени леплю двумя способами вот когда сворачиваю колбаску тесто кусочками режу и потом скалкой раскатываю почему-то вот всегда получаются крупные пельмени когда же раскатываю в пласт и стаканчиком конечно они все получаются равномерные все одинаковые и тогда получаются маленькие сегодня я решила колбаска лепить и в морозилке на улице когда погода хорошая настроение такое классное и дома так прям кажется тепло комфортно уютно кстати дали отопление сегодня почему-то только на кухне то ли стояки разные странно горяченький ой вся в муке творческий процесс софья пошла за канцелярией совсем не готовилась учебному году как правило в старших классах уже особо ничего не надо дневник ручку карандаш на несколько тетрадей обычно младший класс и детишек собираешь там по полной программе сергей на работе я одна дом кайфую тишине в спокойствии вообще люблю быть дома на пока у меня так как такой график я наслаждаюсь вот этим моментом есть что-то положительное в этом графике это то что я могу дома побыть одна конечно когда работал по пятидневке мне а у меня был недостаток в личном пространстве не хватало уединения я люблю уединение я из тех людей которые любят одиночества в меру у меня есть знакомая она вообще одна на тур с пылесосом роботом разговаривать то еще там какую-то приблуду себе купила типа алисы с ней разговаривать такая рот вообще не закрывается я не могу телефон и давай звонить всем подряд болтать это я наоборот я люблю тишину я люблю спокойствие я люблю помечтать подумать что-то попланировать ну все моя работа на сегодня выполнена семья будет накормлена он сергей приехал смотрю в окно все друзья всем пока пока увидимся в следующем выпуске